Приветствую вас. Вообще, конечно, знаете, вот, чувствуется какая-то некая потерянность в вашем тексте. Чувствуется какая-то неопределенность, как будто бы чувствуется, что вы в себе как-то вот неуверенность, что ли. Чувствуется, что вы не знаете, может быть, до конца чего хотите, не знаете, может быть, до конца, к чему вы стремитесь, куда идете и прочее. Вот. Ну, это понятно чисто на уровне ощущений моих и сказать на 100% что я брав, нельзя. Значит, по факту самая ситуация. Мне кажется, что некая деструкция есть в том, как вы воспринимаете мужчину, как некий приличный, как некую вещь. То есть, есть чувство собственничества здесь. Вы говорите, что хотел бы я заполучить этого мужчину. Ну, вот что значит заполучить мужчину, да? Ну, это же все-таки человек, это же все-таки личность. Мы говорим о личности, мы говорим о человеке. Заполучить вы никого не получите, даже если будете вместе. Вопрос в том, как вы воспринимаете человека и как с ним связаны ваши потребности и потребности. Вот. И вопрос потребностей, наверное, здесь один из ключевых. Вопрос потребностей, вопрос того, как вы относитесь к потребностям. Потому что, к примеру, вы не можете без секса и, допустим, свою потребность в сексе вы удовлетворяете вместе с постоянным партнером. Который вам не нравится особо, но она без рыбья и краб рыба. Вот. Ну, здесь нужно делать выбор. Опять же. Делать выбор не только в контексте мужчины и всей этой истории с своего рода любовным треугольником. А выбор несколько более глобальный. Если вы решаете, к примеру, действовать во имя своих потребностей, то, в таком случае, вы рискуете и, скорее всего, станете зависимым от партнера. В той или иной степени. Потому что потребность, потому что нужда, потому что без определенных условий потребностей не удовлетворить. Соответственно, постоянная тревога по поводу возможности потери. Способа удовлетворения той или иной потребности. Я сейчас не только про секс говорю. И, в итоге, это тенденция к контролю. Либо здесь ориентир на то, что вы хотите сделать для другого человека. Более конструктивно, независимо с точки зрения экологичности вашей психологической сферы. Решать вам, в какую из этих двух сторон двигаться. Понимаете, лично я, вот лично я, тоже не знаю, как вам поступить. То есть, как реагировать. Но я и не должен знать, как вам реагировать. Я должен, как психолог, помочь вам раскрыть свою реакцию и увидеть, что за ней стоит. К примеру, если вы реагируете определенным образом на слова человека, а за реакцией стоит ваша потребность в нем. Это одно. Вам нужно честно себе в этом признаться и отдавать отсчет, чем это шреват. Либо другой момент, что я реагирую так, потому что хочу, чтобы человек был счастлив. Я реагирую так, в контексте и в ключе того, что я могу сделать для человека. Это совсем другое. Поэтому ориентир, мне кажется, нужно выбрать вам. И вот что ближе, то и выбрать. Полностью отдавая себе отчет в том, какие будут последствия. Теперь немножечко по поводу, скажем так, некоторых частных моментов. Завершенные отношения имеют причину. У завершения отношений есть причина. Какая причина? Нужно выйти. Но она есть. И скорее всего, те же обстоятельства, по которым вы расстались с молодым человеком, могут привести вас к новому расставанию. Необходимо разобраться в себе. Это первое. Второе. Противоречие и неопределенность относительно взаимодействия с женатыми мужчинами. То есть некое такое, знаете, некая двойственность здесь. С одной стороны чувство стыда, что я вмешиваюсь в семью и могу ее разрушить. Что абсолютно неправда, потому что никакую семью вы не разрушите при условии, если там все хорошо. И мужчина на вас не посмотрит, если у него со своей женщиной все хорошо при условии, что он удовлетворен полностью. А раз это происходит, значит, определенная неудовлетворенность все же есть. Если есть определенная неудовлетворенность, то мужчина так или иначе будет ее реализовывать. Вот. А здесь вы берете на себя слишком много. То есть вы возвращаете себя. Вы из личности не уверены здесь. Но вы чересчур не уверены в себе в другом моменте. В другом. Кабыль, который касается, например, вас самой. Вот. Ну, вот такая вот двойственность в вашей позиции тоже требует коррекции, требует помощи. Ну, забрав причины раздавания вашу ответственность. Именно вашу ответственность. Я полагаю, что вместе с определением вашего вектора поведения глобального, определение ваших ценностей как ориентиров поведения. Определение вашей позиции по отношению к женатому мужчине. Ну, к факту его занятости. И приведут вас к выражению более аутентичной реакции на слова «человек». Мне бы хотелось, чтобы вы пришли к этому самому. Мне бы хотелось, чтобы вы пришли к тому, какая у вас реакция самостоятельно. Да, с помощью психолога, но чтобы это сформировали все живые. А не так, что кто-то из нас сделал и сказал «О, тебе нужно отреагировать вот так». И вы реагируете так. Я допускаю, что вы не знаете, как реагировать. Но проблема здесь заключается в том, что вы знаете, как реагировать, но подавляете это, стыдитесь этого. Задача в том, чтобы и вы, и окружающие люди не чувствовали, что вы не уверены в себе. И наоборот, ощущали вашу силу. Ощущали, что вы знаете, куда идете. Ценили и уважали вас за это. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит.